Здравствуйте! С вами Эрнест Макаренко. Сегодня снова в гостях у нас Юлия Калашникова. Юлия, здравствуйте! Добрый вечер! Давайте продолжим наш прошлый разговор. Ночлежка, которая наперекор мнению жителей пытается организовать свою работу в районе Беговой. Мы выяснили, что это абсолютно не соответствует всем санитарным требованиям, существующим в России предъявляемым подобным организациям. Они на это совершенно плюют, как плюют на мнение жителей, депутатов и власти. Кто же это такие? Благотворители или нет? И на что они тратят деньги? Организация Ночлежка позиционирует себя как достаточно открытая. И одним из постулатов их выступлений, общений с жителями, с властью является именно то, что у них достаточно беленькие ручки и очень прозрачная отчетность. Особенно в части финансирования. Так вот, когда смотришь их отчеты по финансированию, вопросов возникает еще больше, как и по спонсорам. По поводу финансирования. Во-первых, в этих отчетах непонятно, сколько получают денег, вознаграждение какое у руководителей Ночлежки. Сам Свердлин заявлял в социальных сетях, что он получает 20 тысяч рублей. Ну, понимаете, это достаточно смешно. Ну, это просто смешно, это исключительно манипулятивная история. Мы из отчетов узнать, сколько получает денег господин Свердлин, не можем. У нас декларируются чиновники, мы можем каким-то образом узнать суммы из открытых источников. Те же самые либералы тоже частенько любят залезать в карман всем и вся и говорить, кто живет. Но если такой вопрос задать благотворителям фонда Ночлежка, они почему-то возмущаются, что же мы должны за бесплатно работать. Ну, вот как-то у меня этот вопрос не вяжется. Что касается отчетов на сайте фонда Ночлежка, так вот, там значительная сумма пожертвований наших граждан, пожертвований западных фондов, западных организаций и других источников финансирования, как указано в открытых источниках Ночлежки, уходит на содержание самого аппарата Ночлежки, на обучение сотрудников Ночлежки, на обучение чему? Ну, хороший вопрос, я не знаю, чему они обучаются. Может быть, делать социальные взрывы, может быть, не знаю, вдруг какие-то оранжевые революции их тоже обучают делать. Я не знаю, чему обучают, а та часть, меньшая часть, которая уходит на подопечных, как это ни странно. То есть, казалось бы, благотворительный фонд должен денег больше тратить на своих подопечных? На основные должны быть расходы. Да, а благотворительный фонд, он тратит их исключительно, побольше тратит на себя. Ну, хорошо, допустим, эти люди, ну, не святые, ну, не святые, как, может быть, им хочет показаться на самом деле быть, но еще большая значительная часть вопросов, огромный вопрос, это суммы остатков. Почему на счете данной организации остаются солидные суммы во всех ежегодных отчетах? Куда идут эти суммы? Куда они тратятся? Какое целевое назначение этой суммы? Потому что на следующий год появляется новый отчет, и опять там остаток. А деньги прошлого года в новый год не переходят? Они там не фигурируют. Потрясающе. Вот, поэтому вот такие моменты, они очень-очень-очень заставляют задумываться и пристально смотреть, и обращать внимание на каждого контрагента, который в отчете ночлежки числится как благотворитель. Создается впечатление, что на целевые расходы, их основную деятельность, заботу о бездомных, они тратят, да не создаются, оно так и есть, то ли, полиграфиком, они тратят ничтожно маленькую сумму. Остальное идет, как вы сказали, на административные расходы и на содержание аппарата. Абсурдная картина. Чем же они занимаются, если у них так много каких-то обучений, которые больше по расходованию средств, нежели содержание бездомных и помощь бездомным? Я вам скажу так, очень интересная история многоликости поддержки тех, кто за открытие ночлежки. Почему я это говорю? Это очень четко показывает эту организацию, как организацию, которая перед нами в маске, которая на самом деле, ну, наверное, не то, что есть на самом деле. Ну так, в частности, при достаточно больших баталиях, которые были в социальных сетях, между жителями района Беговой, между нежителями, людьми, которые были за открытие этого проекта, зачастую это люди, которые не живут вообще даже в России, начнем с этого. Так вот, когда мы проводили анализ вот этих людей, которые агрессивно настроены против, которые раскачивают социальный очаг напряжения, которые ханят, грубят, оскорбляют, унижают, и получается, кто же эти люди? Кто? И анализ показывает, это активные, известные пропагандисты, активные сторонники ЛГБТ-движения. Это люди, которые активно работают в соцсетях. Это известные блогеры, это известные телеведущие, это политики. И все эти люди вдруг резко стали на сторону неизвестного проекта доселе в районе Беговой. И они за то, чтобы это открыли в районе Беговой. Хотя сами к району Беговой не имеют ни одного отношения, ни к Москве, а зачастую и к стране тоже. Даже к стране? Да, даже к стране. Почему? Я скажу, почему. Потому что руководство ночлежки очень активно позиционирует историю с тем, что несколько тысяч человек проголосовали за открытие ночлежки в Москве в районе Беговой. Это было электронное голосование. Одна часть была электронная петиция, а часть была голосование на улицах. Ну, то есть просто проходящих людей спрашивали, вы за правитель благотворительности, вы за помощь бездомным? Любой человек, которому задают такой вопрос, безусловно скажет, да, я за помощь бездомным. А электронная петиция предполагала наличие участия в ней, возможность участия в ней человека, находящегося, да хоть на Северном полюсе, на Антарктиде, в Африке, где угодно. И поэтому говорить, что жители района Беговой, или москвичи, или жители России выступили за то, чтобы вот в этом месте здесь и сейчас появился данный проект, но это просто манипулировать цифрами и говорить абсолютную неправду. Вот что на самом деле скрывается. Участие в данной ситуации достаточно ярких пропагандистов ЛГБТ-сообщества тоже само по себе вызывает массу вопросов. Почему это? Зачем это? При чем здесь это? При условии того, что значительная часть населения нашей страны придерживается достаточно традиционных взглядов при достаточно спокойном отношении к лицам какой бы то ни было культуры, принадлежности, пристрастий, но категорически воспринимающие свои традиционные ценности и поползновения к ней не очень хорошо. В нашей стране не может быть родитель один, родитель два априори. У нас другая этнокультура, у нас многонациональная культура, и она таких вещей не принимает. Она может на них смотреть как нечто уже существующее, но против того, чтобы это навязывали и чтобы это пропагандировали. Это однозначно. На этом мы и стоим, на исконных ценностях. И любое поползновение в эту сторону, оно чревато последствиями. Поэтому, может быть, здесь вот те самые, кстати, поправки в Конституцию, которые озвучены, чтобы защитить институт семьи, институт родительства. И, в принципе, будущее страны. В принципе, будущее страны защищает эта поправка Владимира Владимировича. Безусловно. Безусловно. Поэтому участие проекта «Ночлежка» и участие вот этого значительного большинства активистов, лидеров вот этих движений, оно вызывает большие-пребольшие вопросы. Опять-таки. Поэтому здесь думаю, что осторожность и еще раз осторожность. И мы опять говорим о том, что перед нами токсичный проект, который на самом деле является не тем, чем есть. Поэтому так агрессивно вот эти самые разноцветные набросились с претензиями на Конституцию. И вообще при всем толерантном отношении общества к подобным меньшинствам, лично я считаю совершенно недопустимым вообще какое-либо публичное упоминание, не только пропаганда, публичное демонстрирование своих этих принадлежностей нетрадиционных, публичное информирование о этих семьях, якобы семьях. Родитель один, родитель два. То, что сейчас включено по твердому заявлению Владимира Владимировича в Конституцию, вот эти слова, о которых вы сказали, это дает нам, наверное, шанс, наконец, на то, чтобы мы прекратили. Их не преследуют. Пусть на этом скажут спасибо. Но давайте мы уберем всю эту шелуху из публичной сферы, которую они просто заполонили и тем самым создают пропаганду, такую скрытую, навязчивую, которая создает образ, формирующий, особенно у молодежи, формирующий что-то нормально. Это нормально. Вот когда мы все проголосуем за Конституцию, надо вторым шагом исключить это из публичной сферы. Смотрите, какая история. Когда мы рассматривали, анализируя опять-таки всю ситуацию с фондами, с финансированием и прочим, и рассматривали детально каждый построчный источник финансирования из-за границы. Безусловно, мы искали сайты этих благотворителей, их проекты, с кем они работают, как они работают, кто за ними стоит. Вышла еще более красочная, яркая картина. Так, например, безусловно, каждый из этих фондов имеет свои сайты в соцсетях, странички в соцсетях. Так вот, если рассматривать это все, то получается следующее. Ну, например, епархия Гамбурга, потом спид-центры Германии. Везде мы видим флаги цвета радуги. Мы видим проекты, которые финансируют эти люди, эти фонды. Например, мы видим, что эти фонды активно участвовали в том самом кризисе в Европе, когда поток мигрантов просто затопил волнами улицы, городов, поселков, не готовые к этому Европа. Как они участвовали? Они всячески помогали этим мигрантам не только хлебом, кровом, а участвовали в завезении этих мигрантов в Европу. Понимаете? Тот самый политический кризис, который сыграл свою роль при выходе Англии. Brexit – это ведь все плоды того самого миграционного потока, который был в Европе. И это все не может не складываться. Речь не идет о том, что вдруг мы видим какие-то причины мирового заговора. Ночлежка, заговор и так далее. Исключительно голый анализ того, что выложено у них на сайте. Очень много вопросов к многочисленным поездкам руководителей. Ночлежка в Европу. Такое ощущение, что руководство туда летает неспроста. Вместо того, чтобы заниматься бездомными в нашей стране, в Питере, в Москве, не знаю, где там они еще планируют этим заниматься, почему-то руководитель ночлежки бесконечно летает в Европу на какие-то там встречи и прочее. Все это вызывает массу вопросов. И сразу вспоминаются другие товарищи в других наших соседних государствах, которые тоже с такой же периодичностью вылетали на какие-то консультации в Европу. Это был известный грузинский лидер, тоже все летал на консультации. И украинский лидер тоже все летал до известных событий в другой стране. И это не может не вызывать вопросы о какие цели и какие намерения от этих поездок, от этих обучений. Чего учат руководители ночлежки? Как собирать деньги? Тогда следующий вопрос возникает. А вот этим вот западным фондам и спонсорам ночлежки действительно очень сильно нужны наши бомжи, наши бездомные. Они справились с бездомными, которые находятся в Германии, в Англии. Там нет бездомных? Почему их так беспокоят наши бездомные? Зачем это все? Что за этим скрывается? Вопрос. Да, вопрос очень интересный. Мы действительно понимаем ведь, что не могут просто так капиталисты, гигантские фонды, о которых вы говорите, давать деньги просто ради одной благотворительности. Не ею они на самом деле занимаются. Очень интересный вопрос. В следующем выпуске мы обязательно расскажем, кто же финансирует ночлежку и какой деятельностью занимаются те фонды, которые ее финансируют. И покажем документы. Смотрите на в следующем выпуске. Будет очень горячо. Ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте подписываться на канал и жмите колокольчик. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok